В Астраханской области на военном полигоне Ошелук стартуют ежегодные международные оперативно-тактические учения. В числе участников есть сильнейшие представители противовоздушной обороны 115-го зенитного ракетного полка, для которых выполнить отработку всех поставленных боевых задач. На полигоне Российской Федерации дело чести и своеобразный экзамен, который максимально приближен к реальным действиям. Этому учению предшествовало и получение техники, и подготовка к выполнению учебно-боевых задач, а также подготовка расчетов. Наши расчеты также готовились в течение этого времени. Кроме этого, мы в этом году два раза были на учебно-тренировочном пункте Российской Федерации, город Руза, где показали неплохие результаты, но также готовили технику к выполнению учебно-боевых задач. На полигоне нам предстоит в первую очередь подготовить технику, и будем работать по контрольным целям, а также ракетным мишеням, которые нам будут давать для проверки наших расчетов. Уровень подготовки говорит сам за себя. В последних двух этих международных соревнованиях мы были первыми. Опередили расчеты и Российской Федерации, и Казахстана. И есть нашим коллегам из Российской Федерации чему поучиться у нас. И это очень приятно, когда представители такой мощной державы, как Россия, приходят, интересуются, спрашивают, просят поделиться опытом. Потому что опыта действительно много. Мы стараемся, несмотря на то, что возможности выполнять боевые стрельбы ежегодно не всегда получаются, то какие-то находить пути решения вопросов здесь, чтобы какие-то особенности вырабатывать по вопросам подготовки личного состава. И у нас это достаточно неплохо получается. Действительно, они были, есть и останутся надежным щитом воздушных рубежей нашей Родины. А традиционные мероприятия – еще одна возможность продемонстрировать готовность и слаженность, оперативность и бдительность, отработать все те знания, полученные в теории на практике. Однако проверка военных на прочность – дело коллективное. В Шалуке я принимаю свое участие первый раз. Водитель автомобиля ЗИУ-31, ЦПТ. 4-1 – это водовозка, объемом 4 тонны, 100 литров. Буду развозить воду. С моего подразделения мы едем коллективом из трех человек. Это водитель МАЗа и водитель ВАЗика вместе со мной. Но бойцам по-любому это важно, потому что ты, когда мы служим в городе Бресте, ты не почувствуешь этой атмосферы полигона и то, что ты уехал в другую страну. Плюс еще будут боевые пуски ракет и во время срочной военной службы на это посмотреть – это очень хорошее. Уже через некоторое время около 70 лучших бойцов 115-го ракетного сенитного полка не на словах, а на деле. Покажут, что благодаря им западный рубеж может спать спокойно. Однако впереди бойцов ожидает дальняя дорога. Хочется пожелать помощи Божьей, потому что это нелегко – проехать почти неделю в поезде, в жару, претерпеть вот такой дискомфорт, который дорога дает. И потом развернуть технику и показать высокий класс – конечно, это дорогого стоит. И это действительно говорит о высокой подготовке, выдержке. И мы желаем помощи Божьей, чтобы Господь помог нашим военнослужащим. И они успешно справились с той задачей, которая перед ними поставлена. Вся страна наша ждет этого.